привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал те кто меня еще не знают меня зовут элина и я снимаю разные видео каждую неделю о фитнесе о еде о косметике бьюти продуктов очень много влогов о своей беременности ну в общем о всем к чему моя маленькая душа лежит в этом видео я хочу с вами поговорить о том как я планирую свое время и как я достигаю цели своей жизни у меня достаточно много запросов по поводу этой темы и я уже достаточно давно обещала это видео и наконец-таки я решилась его снять но прежде чем начать я только хочу сказать что я была безумно признательна если именно ты подписался на мой канал и поставил лайк на это видео ну а также не забудь нажать на колокольчик чтобы ты самый первый узнал когда я выставляю новое видео ну что не будем больше ждать и приступим и так если говорить про планирование моего времени и то как я достигаю цели я в основном действую по десяти пунктам которые у меня записаны в моем ежедневнике это просто пункты которые я выдвинула себе что эффективно планировать свое время а также достигать свои цели и так первый пункт который я уже давно выполнила но я его делаю каждый второй год или каждый третий год зависимости от того насколько я хочу поменять свою цель и возможно вы это давным-давно услышали и возможно вам кажется что это бред и это не действует но я так не считаю это так называемый vision board если вы не знаете что такое vision board это такая штука где вы берете просто а4 или а3 бумагу и клейте все что вы в своей жизни хотите достичь допустим какой дом вы хотите или какую машину вы хотите или сколько детей вы хотите или сколько денег вы хотите или в какой город вы хотите съездить в общем все что вы хотите достичь своей жизни это все вы клеите на этот vision board. Если вы задались вопросом, а где же мне достать эти картинки, вы можете вырезать их из журнала или просто распечатать и расклеить. Но помните, когда вы делаете vision board, главное, что вы действительно себя там видели, потому что нет смысла делать такой vision board, который вы сами понимаете, что нереальный. Допустим, если вы студент и вы хотите ехать на Lamborghini через год. Это, конечно, все прекрасно и, возможно, это все избудется. Но я считаю, что когда вы делаете vision board, вам нужно быть реальным. Но если у вас большие амбиции и большие цели, вам никто не запрещает делать vision board каждые полгода или каждый год. Я свой vision board сделала года два назад и я поставила цель на ближайшие пять лет. И я не буду вам подать подробности или я не буду точно вам его показывать, но я могу сказать, что он действует. Потому что когда я его сделала, я сделала его в трех экземплярах. Я его сделала на компьютере, просто склеила картинки вместе и потом распечатала. Один экземпляр стоит в моем ежедневнике, приклеен. И другой экземпляр я запрятала в вещах. И тут, когда мы переезжали в дом, я пересматривала свои вещи. И тут я нашла этот vision board, который я делала два года назад. И я могу сказать, что очень многие вещи в этом vision board уже сбылись, хотя два года назад. Я знала, что это те вещи, которые я хочу достичь, но я думала, что мне потребуется больше времени, чтобы этого достичь. Если вы не верите, вы, конечно, можете этого не делать, но я считаю, что vision board это та штука, с чего вы должны начать. Тем более, когда вы будете делать vision board, вы действительно поймете, что вы хотите достичь в своей жизни. Если мы говорим про планирование своего времени и достигание своей цели, я могу вам сказать одно, что вы должны хотеть планировать свое время и вы должны хотеть достигать своих целей. Нет смысла ставить какие-то цели, но при этом не быть готовым тратить на это время. То есть, когда вы планируете свое время на что-то и когда вы хотите достигать какие-то свои цели, вы должны понимать, что да, это действительно моя цель, я хочу ее достигать. И вы должны понимать, как вы будете эти цели достигать, потому что нет смысла просто хотеть быть директором огромной фирмы и не иметь понятия, как этого сделать. Поэтому вы, во-первых, должны хотеть планировать свое время и достигать свои цели, и, во-вторых, понимать, как это сделать. И даже понимать, как это сделать, это даже важнее пункт, чем просто хотеть достигать своих целей. Третий пункт, это ты должен действительно знать, что ты хочешь. Не годится такой вариант, как я уже говорила, что ты просто хочешь стать директором фирмы, или хочешь куда-то полететь на другой край света, или похудеть на 30 килограмм. То есть, если ты хочешь стать директором фирмы, ты должен понимать, как это сделать. Если ты хочешь куда-то полететь, ты должен понимать, что, чтобы куда-то полететь, тебе надо столько и столько финансов. Ты должен понимать, когда реально ты туда сможешь поехать. И ты должен понимать, что тебе реально придется тренироваться и кушать полезную пищу, если ты хочешь скинуть 30 килограмм. Просто так я хочу, но я не знаю как, я не знаю когда. Твои мечты и то, что ты хочешь, никогда не сбудется, если ты просто будешь мечтать о чем-то. Это, конечно, все очень прекрасно, но я хочу вас разочаровать, это не действует. Четвертое, о чем я хочу поговорить, это ежедневники. И, может быть, вы тот человек, который не любите писать, и вам это не нравится, и вы считаете, что это пустая трата времени, но я считаю, что ежедневники нужны, потому что вы можете распределять свои дни, что вы будете делать, вы можете писать свои мечты, вы можете писать свои планы, вы можете писать всю информацию, которая приходит вам на ум. И я считаю, что если ты это будешь писать в ежедневнике, нежели ты просто напишешь это на листочке, и потом, когда ты будешь убираться дома, ты этот листочек выкинешь. И если ты будешь писать это все в ежедневнике, иногда это все пересматривать, то ты продвинешься на шаг вперед, чтобы достигнуть своей цели и эффективно будешь планировать свое время. У меня у самой два ежедневника, один вот такой красненький, другой вот такой rose gold. Этот ежедневник у меня еженедельный ежедневник, где я пишу свои встречи, куда мне надо идти, что мне запланировано. Тут у меня идут дни, где я записываю свои планы, и тут я всегда записываю свои большие цели на неделю, или какие-то свои планы, или что мне нужно сделать. Вот как примерно выглядит неделя. Я могу сказать, что каждую пятницу я заполняю следующую неделю, какие у меня планы, какие у меня цели, что мне нужно сделать. И каждый понедельник я прохожусь по предыдущей неделе и смотрю, какие цели я выполнила, какие цели я не выполнила, что мне нужно сделать. Потому что будем реальны. Я бы могла сейчас говорить, что я всегда выполняю свои поставленные цели, я всегда выполняю свои задания, которые я себе поставила. Нет, так не бывает. У меня некоторые задания переходят от одной недели на другую неделю, на третью неделю. Но это реальная жизнь и это бывает. И потом у меня идет второй ежедневник, который более детален. Тут у меня уже идет один лист на один день. Этот ежедневник в основном у меня стоит дома. Каждый день в этом ежедневнике я делаю себе маленькие тудулы, что я должна сделать в этот день. Допустим, сегодня, сегодня пятница и какие мои задания? Я должна запланировать свою следующую неделю, я должна выставить несколько постов в инстаграме, сделать фотографии 36 недели беременности, убраться в детской комнате, я должна отредактировать субботние видео и так далее и тому подобное. Видите, все очень подробно. Я люблю записывать каждую мелочь, которую я должна сделать. И когда я вечером смотрю свои ежедневники, я вижу красиво вычеркнуты все задания, которые у меня были на этот день. Я чувствую себя прекрасно, я чувствую, что я на правильном пути и я чувствую, что я провела этот день не зря. Следующее, о чем я хочу поговорить, это годовые цели, это ежемесячные цели, это цели на неделю и это цели на день. Это чуть-чуть повторяется с предыдущим пунктом, но я хочу сказать, чтобы достигать свои цели, вы однозначно должны их писать. Что вы хотите, как вы хотите, почему вы хотите. Я пишу цели на год примерно уже четвертый год, каждый год, 1 января или 31 декабря, как мне удобнее, насколько я занята. Я сажусь и пишу все свои цели. Про работу, про семью, про развитие, про спорт, про друзей, про дом. Все, что приходит на ваш ум, вы можете писать. Но опять же таки, вы должны понимать, что у вас эти цели должны быть реальны. Когда вы пишете годовые цели, вы должны писать конкретно, что вы хотите. Не просто я хочу новую машину, а я хочу до середины года купить новую машину, такой-то марки, такого года и желательно за такую сумму. То есть, я думаю, вы поняли мою идею. Если вы пишете свою цель, пишите ее конкретно. Или я хочу поменять весь свой гардероб. Это как понять? Это можно понять и по-разному. То есть, тогда вы пишете цель таким образом. Я хочу поменять свой гардероб. Я хочу поменять столько блузок. Я хочу поменять столько юбок. Я хочу столько новой обуви. Но на этом все не заканчивается. Если вы хотите поменять свой гардероб, вы должны понимать, что на это у вас уйдет ваше средство. Поэтому вы должны понимать, сколько вы можете тратить в месяц денег на новую одежду. Если вы понимаете, что ваши возможности не совпадают с вашими желаниями, тогда, допустим, вы можете подумать, куда вы тратите столько денег, где вы могли бы сэкономить. Мне очень часто подруги говорят, что ты тратишь столько денег на новую одежду. Или ты тратишь столько денег на новую косметику. Или ты вообще тратишь очень много. Но я им тогда отвечаю, что у меня есть какой-то определенный бюджет, который я могу тратить. И я стараюсь не тратить больше, чем я его поставила. При этом у меня нет никаких долгов. Моя главная идея в том, что если у вас есть какая-то цель, допустим, тот же гардероб, вы должны понимать, что потребует, чтобы поменять этот гардероб. То есть вы, как я уже говорила, вы не можете просто что-то хотеть, но не понимать, как это сделать. Мне кажется, что это именно та ошибка, почему люди не достигают цели. Потому что, во-первых, они не видят план, как это сделать. И, во-вторых, они реально не готовы пойти на какие-то жертвы. Но то же самое, что у нас очень популярно. Все люди у нас хотят похудеть. Говорят, я такая толстая, мне не нравится свое тело, я хочу выглядеть красиво. Вот та девушка такая красивая, у нее все удается. Но эта девушка, может быть, тренируется с утра до вечера, и эта девушка кушает полезную еду. Люди не до конца понимают, что и сколько сил надо будет потратить для того, чтобы достигнуть своей цели. И это, конечно, очень-очень обидно. Если бы все в этой жизни было бы так легко, тогда мы все были счастливые, худые, богатые. Конечно, очень круто смотреть на людей, у которых очень много денег, у которых много машин, которые успешны, у которых хорошая работа. И есть очень много людей, которые смотрят на них и думают, ему повезло, ему ничего не пришлось сделать для этого. Но есть такая очень хорошая картинка, которую я поставлю сюда. Люди не хотят понимать, с чего стоит добиться успехов и целей. А люди только видят вершину айсберга и думают, ой, как им не повезло, а вот тому человеку настолько повезло. Я очень-очень-очень сильно верю в цели, которые ты себе ставишь каждый день для того, чтобы достигнуть финальную цель. Поверьте мне, я сама так делаю. Я, конечно, там не Кайли Дженнер и я не миллионерша, но я живу свою жизнь и есть цели, которые я хочу достичь для себя. И я считаю, что я успешный человек и все у меня хорошо. И еще один очень важный момент. Вы должны быть лучшей версией самой себя. Вы не должны с кем-то себя сравнивать. То есть, у соседа так, я тоже так хочу. Действительно? Или у тебя какие-то другие цели, и они вообще не похожи на цели твоего соседа? Конечно, мы живем в социальном мире. И каждый выставляет, насколько он успешен и насколько у него все прекрасно. Как он путешествует, и какие у него классные дети. И какая у него классная семья, и какая у него красивая жизнь. Конечно, мы все будем выставлять самые красивые моменты в своей жизни. Но я этим хочу сказать, что вы просто должны быть лучшей версией самой себя. В общем, не надо себя с кем-то сравнивать. Просто будьте лучшей версией самой себя. Следующий пункт, о чем я хочу поговорить. Если у вас что-то не получается, тогда не надо переживать. Надо вставать и идти, и делать, и не останавливаться, и бороться, и идти вперед. Путь к успеху – это не один день, это не месяц, это не год. Это, конечно, зависит от того, чего вы в этой жизни хотите достичь. Но, в принципе, ты можешь упасть 55 раз, но на 56 раз тебе может повезти. И ты достигнешь своей цели. Поэтому помните, если у вас что-то не получается, не надо разочаровываться и думать, «Все, я для этого не гожусь, все очень плохо». Нет, ты должен вставать, должен делать, пробовать, пока у тебя не получится. Именно поэтому так важно писать свои цели и чего ты именно хочешь. Потому что я тоже человек, у меня тоже очень часто что-то не получается. И очень часто мне хочется все кинуть. И очень часто мне хочется сказать мужу, «Все, я кидаю всю работу, мне ничего не хочется, я не хочу делать видео, ничего не прибавлять, подписчики не прибавлять, я этим не могу заработать». Потом я на следующее утро встаю и понимаю, что нет, это мои цели, это то, что я хочу достичь. И да, могут пройти месяца, и год, и два, пока вы достигнете свою цель. Поэтому я говорю, вы должны действительно понимать, чего вы хотите в этой жизни. Если вы не будете знать, то вы очень быстро сойдете со своей цели. Следующий пункт, о чем я хочу поговорить, это то, что вы должны придерживаться своего плана. Это больше относится к тем ежедневным целям. Есть два варианта, когда вы можете писать эти цели. Либо вы садитесь вечером и пишете, что вам нужно будет сделать завтра, либо вы просыпаетесь и пишете, что вам нужно сделать в этот день. Я делаю по-разному, зависит от того, насколько я уставшая, насколько у меня много времени, чем я занималась в этот день. Иногда я пишу свои задачи и цели на завтра, иногда я встаю, и мне нравится заполнить свой ежедневник разными повседневными делами. Но когда вы пишете эти ежедневные дела и цели, и встречи, или еще что-то, главное придерживайтесь своего плана, потому что нет смысла что-то писать в ежедневник, и потом это не выполнять. Это просто закончится тем, что у вас будет каждый день полный лист разных дел, которых вы не выполнили, и вы будете ложиться спать с плохим настроением, что вы ничего не сделали, как же так, все очень плохо. Поэтому очень важно, когда вы пишете свои ежедневные цели, и важно их придерживаться. Конечно, бывают такие дни, когда ты не успеваешь что-то делать, когда тебе просто лень, или еще что-то, или еще какая-то причина, почему ты это не можешь делать. Конечно, все это допускается, и у меня тоже так же бывает. Но главное, если вы поставили свои какие-то ежедневные цели, то их нужно выполнять. И мне очень нравится писать такие цели, где я должна выходить из зоны комфорта, потому что только тогда, когда вы будете выходить из зоны комфорта, вы сможете чего-то добиться. Пока вы будете сидеть в своей зоне комфорта, ничего в вашей жизни не поменяется. Я не хочу вас разочаровывать, но это именно так. Следующий пункт, о чем я хочу поговорить, это порядок в твоей голове, порядок с твоей внешностью и порядок вокруг тебя. Я считаю, что, чтобы достигать свои цели и эффективно планировать свое время, у тебя должен быть порядок в твоей голове. Ты не можешь метаться с одной мыслью на другую мысль, или у тебя не может быть 150 разных планов, и ты не знаешь, что в конце концов ты хочешь. Пока у тебя не будет порядка в голове, у тебя не будет порядка в жизни. Также про внешность. Я не говорю, что ты должен быть 90-60-90. Я считаю, что порядок с твоей внешностью, это тот порядок, который должен быть хорош для тебя. Если мы говорим про внешность, я не буду говорить, как вы должны выглядеть, что вы должны делать. Мы все очень разные, все мы чувствуем себя по-разному. Ну, а если приводить привет, для меня порядок моей внешности – это покрашенные волосы, это сделаны ресницы, это свежесделанный маникюр, это тренировки, это все те вещи, которые мне помогают быть эффективной в повседневный день. Конечно, у меня тоже бывают дни, когда у меня мается ноготь, или у меня тоже бывают дни, когда мои ресницы давно требуют профилактики. И, конечно, это все жизненные моменты, и это все бывает. Но в основном я хочу сказать, чтобы вы могли достигать свои цели, у вас должен быть порядок со своей внешностью. Вы должны нравиться самой себе. Если вы не нравитесь самой себе, вы не достигнете своей цели, потому что вы просто будете смотреть в зеркало и понимать, что вы этого не достойны. И также среда, в которой вы находитесь, должна быть в порядке. Это заправленная постель, это помыта посуда, это убран дом. В общем, это все те моменты, которые находятся вокруг вас, которые вам должны помогать достигать ваших целей. А если у вас бардак в голове, у вас бардак со внешностью, и если вы еще живете в бардаке, как вы достигнете своей цели? И как вы будете планировать свое время? Следующий пункт, о котором я хочу поговорить, на самом деле очень прост и очень банален. Вы просто должны понять, совпадают ли ваши цели с возможностями вашей жизни. Это звучит, конечно, так не очень, но вы должны понимать. Если вы среднестатистический человек, вы не можете хотеть жить в замке. Но этого не случится. Вам надо смотреть на свою жизнь реально. Если у вас цель выдвинута на 10 лет вперед, да, все возможно. Но если вы, допустим, ставите цель на год, то будьте, пожалуйста, реальны. Не надо мечтать о каких-то нереальных высотах, если это, ну, в жизни нереально. Конечно, бывают чудеса, что человек становится каким-то мультимиллионером за год, но это исключение. Если ты веришь, что ты это исключение, ты молодец. И я очень надеюсь, что у тебя все получится. Но мы должны понимать, что мы должны хотеть реальные вещи. Если ты только-только начал работать на новой работе, ты не можешь через полгода хотеть быть директором. Такого не бывает. И последний пункт, о котором я хочу поговорить, это надо верить в себя и любить себя. Пока вы не полюбите и не поверите в себя, у вас ничего не получится. Знаете, есть эта поговорка, не полюбишь себя, и тебя никто не полюбит. Полюбишь себя, и тебя все полюбят. Я всегда верю в себя. И если мне даже сто человек скажут, что я не смогу, я все равно буду знать, что я смогу. А для этого ты действительно должен знать свои цели и чего ты хочешь достичь в этой жизни. Ну а это были все 10 пунктов, которых я придерживаю, чтобы эффективно планировать свое время и достигать свои цели. Я надеюсь, и тебе поможет какой-нибудь из этих пунктов, если, конечно, ты хочешь в своей жизни что-то изменить. Ну а это все. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!